Здравствуйте! Наш сегодняшний выпуск программы «Город. История и события» не совсем обычный. Я решил, что буду рассказывать историю моего сегодняшнего героя не сам, а попрошу это сделать человека, который гораздо ближе к нему. Зовут этого человека Екатерина Гурьянова. Мы познакомились несколько лет назад после ее письма в литературный музей, в котором Екатерина сообщила, что она потомок писателя Льва Николаевича Правдина, деятельность которого начиналась в Самаре в 1920-е годы, что в семье сохранились его фотографии и документы. И вот я попросил Екатерину рассказать, что она помнит и знает, что известно из семейных историй, и как она относится к тем людям, наследницей которых является. Лев Николаевич Правдин родился 3 июля 1905 года в Псковской губернии в семье сельских учителей. Учился в реальном училище в Петрограде и в Бузулукской железнодорожной школе, а затем в Оренбургском педагогическом техникуме. С 1928 года сотрудник Самарской краевой газеты «Средневолжский комсомолец». Тогда же, в феврале 1928-го, у Правдина родилась дочь Лия. В 1935-м поступил в литературный институт и вскоре выпустил свой первый роман «Счастливые дороги». В 1937-м был арестован как член антисоветской террористической организации и приговорен к высшей мере наказания, замененной восьмью годами лагерей. После освобождения из лагеря в 1947-м посиделся в Перми, где жила его мать. Там же вступил во второй брак. В декабре 1948-го вновь был арестован и отправлен в ссылку в Сибирь. В 1955-м вернулся в Пермь, где скончался многие годы спустя. Жила-была правнучка Льва Николаевича и знать не знала, что ее прадед писатель. Знала, всегда знала. Когда вы узнали? Я не знаю, когда я узнала. Я, в общем-то, всю жизнь об этом знала. Как-то с самого раннего детства книги стояли, и эта информация не была секретом. В начальной школе это было просто ощущение какой-то гордости, что я правнучка писателя. Вот и все. То есть каких-то литературных предпочтений на тот момент у меня не было. В средней и старшей школе я все подряд читала, поэтому тоже не было. Я, наверное, начала разбираться чуть позже, когда перечитала уже и Солженицына, и все остальное. И было мне интересен этот период нашей истории. И тогда я уже потихоньку стала разбираться и в семейной истории, и пытаться понять, ну, наверное, зачем мой прадед писал эти книги. И поэтому у меня еще впоследствии встал вопрос, собственно, а за что тогда все вот эти репрессии случились, поскольку лично я в его книгах нашла, наверное, даже перебор какой-то вот патриотизма, наверное, советского вот так. Потом мне рассказали такую семейную историю, что когда произошла вот эта вот история с компанией Артема Веселого, когда были репрессии, когда был сослан прадед, и, насколько я поняла, он был сначала посажен в тюрьму, потом отправлен на фронт в штрафбат, вот, и где-то перед ссылкой на Урал, вот, он появился в доме. Это был, знаете, район Ставропольское-Советское, очень старые дома, и его потом сносили где-то в 90-х годах, но он был прям совсем старый, очень старый дом, по-моему, во время войны они тоже там жили. Мама еще рассказывала, внучка его, что он пришел, появился, пообщался с семьей, уехал. Все мы знаем историю нашего государства и знаем, что за связь семейную с репрессированными гражданами полагались репрессии на членов семьи. Я думаю, что он просто решил не причинять неприятности, не создавать проблем для своей бывшей жены, потому что они так же развелись, ну, вот, как это тогда делалось, он был в заключении, она была в Самаре, не для дочери, не для внуков, потому что дальше они жили совершенно спокойно, и оба были преподавателями, не дедушка, и дочь его, бабушка моя, были преподавателями, и жена его, Агриппина, она была тоже учителем в школе, и я думаю, что эти... Эта семейная связь была бы, наверное, не в пользу их профессии, не в пользу их жизни вообще. Вот я думаю, что он просто вот решил поберечь семью. Это были традиции того времени, так было надо тому, той системе, скажем так. Поэтому в этом нет ничего странного, это инкриминировалось через раз. Кто не украл с завода, тот хотел бросить бомбы. Тут нет ничего удивительного, я думаю, просто не повезло. Ничего такого индивидуального, никакого там заговора против определенного человека не было. Просто вот как-то пальцем ткнули, а вот этому вот это, а вот этому вот это. Раздали, и все, надо было как-то разрядить писательскую сильную группировку в городе Самара. По-настоящему я повзрослел, когда в 1919 году вступил в комсомол. Читаем в повести «Лева Правдина. Золотая цепь». По малолетству, таким как я, не довелось воевать в гражданскую. Но нам доверяли винтовки, поручали нести караульную службу на железной дороге, в охране складов. Мы ходили с облавой на дезертиров или с продотрядами изымать хлеб у деревенских богатеев. В это время я заканчивал Бузулукскую среднюю железнодорожную школу. Время, о котором я рассказываю, теперь принято называть легендарным. Зато, наверное, что тогда было все не похоже на сегодня. Пройдут годы, и наше теперешнее время станет легендарным для людей 21 века. Легендарное время. Тогда-то мы об этом не думали. Мы просто работали с полной отдачей всех сил. Впрочем, слово «работа» мы почти всегда заменяли словом «борьба». Мы боролись, ремонтируя паровозы, собирая сухари для голодающей Москвы, организуя деревенскую бедноту в кооперативы, создавая школы для неграмотных. Не было ни одного фронта, где не боролись бы комсомольцы. Мы были голодные, плохо одеты, бескорыстные и самоотвержены. Это фамилия, которую он носит. Не отвечает с вашей точки зрения тому, что там есть? Мне кажется, настолько... Наверное, это была его правда, то, во что человек верил. И, наверное, это отражение эпохи в целом, которое сейчас кажется немножко больной и корявой, но эти люди, о которых написано в книгах того времени, и, в частности, Льва Николаевича, они, я так сильно предполагаю, очень верили в то, что они говорили и в то, что делали. С другой стороны, вот сквозь советское, сквозь идеологию прочитывается или что-нибудь человеческое? Человеческое прочитывается и даже, наверное, прочитывается в тех персонажах, которые представлены как антигерои. И я, когда же хочется что-то хорошего подумать о своем родственнике, я стараюсь поверить, что именно их словами он выражал свое отношение к происходящему. Но так как, если ты хочешь печататься, надо было писать так, как надо, то главные герои, положительные герои, такие, как надо герои, соответственно, объясняли действия и мысли антигероев их плохими замыслами, скажем так. Мне кажется, что вот и пробивается именно там, вот в этих высказываниях. А мы продолжаем читать воспоминания Льва Правдина «Золотая цепь». Жизнь идет своим путем. Уходят годы, уводят за собой родных и друзей, которые оставляют нам светлую память о себе, о своей жизни, о своем опыте, житейском и творческом. И все это тоже литературная учеба. Наша жизнь состоит из событий, счастливых и несчастных, которые вкраплены в обычные, ничем не примечательные дни, как самоцветы в пустую породу. Эти события, подчас до того мелкие, что мы их сразу можем и заметить, иногда влияют на весь ход дальнейшей жизни. Именно эти самоцветные события порождают такое непостижимое состояние, которое мы называем творческим процессом, обязательно предшествующим всякой работе. Вот и сейчас на моем столе лежит рукопись. Начинаю так давно, что я затрудняюсь даже приблизительно назвать время, когда были задуманы первые, пока еще разрозненные эпизоды. Наверное, это было, когда я сочинял свою первую пьесу. А может быть, все началось с типографии, которую подарил мне мой отец? Нет, скорее всего, в начале всех начал стоят первые прочитанные пушкинские строки. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том». «Золотая цепь». Вам как кажется, они были глупее нас, умнее нас, прадед, человек этого поколения. Мог бы понять, на что мы ему пеняем и что вы от него хотите? Ну, я думаю, проживя такую долгую жизнь и пройдя через такое количество странных испытаний, я думаю, он понял бы. И я думаю, он понял, потому что есть поздние книги, там немножко все по-другому. А как там? Там, наверное, какое-то переосмысление, разочарование и, наверное, интерес о том, что будет дальше. Все-таки, там все-таки по-другому. Нет вот этого жизнерадостного патриотизма наперекор человеческим чувствам, скажем так. Он вас раздражает, жизнерадостный, немножко, да. Меня, как сказать, фанатизм в любом деле раздражает. Во всем должна быть мера и все-таки человеческие чувства, они должны быть на первом месте. Это, опять же, мое мнение. И все, что мы делаем, оно должно ориентироваться на том, что мы чувствуем в первую очередь, а не на том, что нам навязывают. Моей дочери 15 лет и она сейчас прочитала всего Довлатова. Почему, я не знаю. Она просто пришла, взяла его с полки и пошла читать. Летом она читала Бродского. Ей никто ничего не подсовывал, она никогда не читала школьную программу. Но вот так, наверное, надо. Вот раз она берет и дочитывает до конца, наверное, надо, это их выбор. Кому-то надо, кому-то нет. Но если они берут и читают, значит, надо. Льва Николаевича Правдина не стало в августе 2003 года. А в следующем, 2004 году, в Перми, на доме, где он жил, была открыта мемориальная доска. Родившийся не в Самаре, Правдин жил. В нашем городе писал о нем, но был разлучен и с ним, и с близкими ему людьми такой непростой историей 20-го столетия. Не забывать об этой истории и наш с вами долг. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова